Друзья, я уже прекрасно желаю, по поводу мы где-то собрались в среде 95-й годовщины прописания соглашения о дружественных отношениях между правительством Распасера и народным предприятиям Монголии в восстановлении дружественных отношений между нашими странами. Она, как вы уже несколько раз говорили, широко помечается в этом году в обеих странах. История заключения этого соглашения достаточно хорошо известна, исследована, описана в работах советских, российских, Рощин, Лузянин, другие, Моргольский, Шерлип, Англин, Сурен и других авторов. Соглашение было подписано 5 июня 1921 года в Москве во время пребывания в Советской России первой официальной делегации народного предприятия в Монголии, образованной после победы национальной демократической революции в июле 1921 года. Делегацию возглавлял вице-премьер правительства, министр финансов, представитель Монгольской народной партии Дан Салин Данзан. В состав входили главковый военный министр Кубатор, заместитель министра иностранных дел, старый опытный дипломат Шерен Дош, в качестве помощника в переводчике Гадыны Матухан и украинец Джон Англан Чернин Данген, князь доверения лицов и бюджетов. В состав делегации отраздал расстановку главных политических сил в то время. Советскую делегацию на переговорах возглавлял заведующий дальневосточным отделом Народного комиссариата иностранных дел Росфессор Духовский, член делегации, секретарь делегации Берлин, переводчик Ачиров. Переговоры проходили в ужасной обстановке, но не так легко и просто. Мы продолжали еще в сумме 10 дней, состоялось 5 заседаний. Обсуждения и дискуссии были весьма даже напряженными. Посвидетельствует одного из инициаторов и организаторов этих переговоров, Бориса Захаровича Шумяцкого, официально не входившего в состав делегации, российской делегации, один раз переговоры подошли даже к грани срыва. Наибольшие дискуссии развернулись по вопросам об отношениях Монголии с Китаем, о создании независимого монгольского государства, об объединении всех монгольских регионов, принадлежащих уринхайского края, об эмиграции в ряд из России в Монголии, о российских концессиях в Монголии. Монгольская делегация выступала с позиции полной независимости Монголии от республиканского Китая. Вместе с тем, до начала переговоров в советском археологии не было полного единства относительно сообразности заключения подобного соглашения в то время, когда велась подготовка к советско-китайским переговорам. К тому моменту международный статус Монголии стал еще более запутанным и неопределенным. в результате тех событий, которые произошли в 17-21-х годах. По мнению некоторых ответственных сотрудников КИИД, Карахана, Айохи, заключение соглашения с Монголией могло еще больше сложить переговоры с Китаем, с Китайской республикой. Севетская позиция в то время склонялась даже признать к статусу широкой автономии Монголии в составе Китая, и была близка к той политике, которая проводилась во время этой идеи Кахтинского соглашения. Подготовка этого соглашения проходила под контролем и при непосредственном участии главы Киевского СССР Ленина, он, вы знаете, имел сообщественные делегации, в ходе которой высказал ряд советов, в том числе о дружбе с Советской Россией, о возможности неопределительского пути развития, о необходимости развития кооперации. В частности, Ленин сказал, что единственным правильным путем для трудящихся в вашей стране для защиты своей независимой является установление союза с работами и крестьянами СССР. Большую роль подготовки и подписания соглашения сыграл, упомянутый, высший советский партийный государственный деятель, депутат Саня Шумяцкий, принимавший активное участие в подготовке осуществления национально-демократической революции Монголии летом 21-го года. Несмотря на разногласия по некоторым вашим вопросам, в сторону написали компромиссы по описанию, вышло упомянутое соглашение. Правительство России и народные Монголии подтвердили, что все прежние договоры и соглашения подписаны ранее между царским правительством и бывшим правительством в СССР Монголии признаны утратившими силу. Правительство СССР, народное правительство, единственное законное правительство, соответственно, правительство Монголии признало правительство СССР, Это единственный закон о правительстве в России. Обе стороны взаимные обязательства не допускать на своей территории образования и пребывания в правительстве организации группы отдельных лиц, ставящих свои цели борьбы против другой стороны и свяжения ее. Не допускать мобилизацию и добровольную верболку своих граждан, иностранных граждан, запретить его и транспортировку оружия, принадлежащая для борьбы против другой стороны. Стороны договорились об обмене полномоченными представителями и консулами, о создании в ближайшее время специальной комиссии для установления государственной границы между двумя сторонами на основе особого соглашения между правительствами, о заключении специального соглашения в области почтово-техографной связи о признании за гражданами России, дающими участками земли или постройки Монголии тех же прав, которые применяются в отношении граждан наиболее благоприятцевых государствах. Советское правительство безвозмездно передало Монгольскому правительству часть принадлежащего ей имуществу Монголии в здании телеграфных контор вместе с оборудованием. Аннулировало дореволюционный долг Монголии в сумме 5 миллионов рублей. 24 ноября того же года был подписан третий протокол о предоставлении правительством РСФСР правительству Монголии суду в 1 миллион рублей. Перед этим одновременно соглашением были подписаны два дополнительных секретных протокола. В соответствии с первыми из них, правительство РСФСР заявило об отказе от всех экономических привилегий в концессиях, полученных бывшим царством правительства, от правительства бывшего правительства автономной Монголии. Со своей стороны Монголия обязалась при передаче концессии новым конституционерам сохранить за правительством Российской Республики право третьей стороны. Второй протокол касался сотрудничества в облачном производстве, о распространении на советских граждан прав наиболее благоприятцевой стороны. Соглашение 5 ноября 2021 года имело большое политическое и экономическое значение для первых стран. Были заложены правовые основы для равноправных, дружественных отношений между Россией и Монголией в новых исторических условиях. Особое значение соглашения для Монголии состояло в том, что это было первое равноправное международное соглашение с иностранным государством. Это был своеобразный прорыв неофициального сговора ведущих капиталистических держав, которые фактически дважды проигнорировали обращение правительства Монголии о признании независимости нового текретического государства Монголии в декабре 2011 года и народного правительства в сентябре 2021 года. Соглашение способствовало созданию условий для дальнейшего укрепления внутреннего и международного положения народного правительства. Важным шагом на пути международного признания независимости Монголии. Благодаря соглашению Россия усилила свое международное положение в Центральной и Восточной Азии, укрепила национальную безопасность монгольского направления, предотвратила угрозу дальнейшего использования территории экономических и человеческих ресурсов Монголии в качестве процбара для борьбы против СССР и его союзников, а также получила возможность использовать Монголию для распространения революционных идей в Советской России, Коминтернах, Китае, Корее и других странах Дальнего Востока. В современной монгольской исторической науке, вот, например, в пятом томе «История Монголии» дана следующая оценка этого соглашения. Значение этого соглашения не только в том, что в нем были определены общие принципы взаимоотношений двух соседних стран в будущем, но и в том, что оно стало первой важной гарантией укрепления независимости Монголия. Ну, глядываясь назад, через сто лет, ну, тут уже об этом говорили, я о целях экономии не буду повторять, что это прошло испытание времени, наши дружбы, наши отношения, временем, войнами, революционными преобразованиями в наших странах и в мире. Их прошли нелегкий, неоднозначный путь развития равноправных, дружественных, дипломатических отношений через этап исторически обусловленных особых соютических отношений типа старший брат, младший брат 21-90-х годов, включая решающую роль Россия и СССР в окончательном решении вопроса о международном признании статуса независимого государства МНР в 1945 году, до равноправных, взаимовыгодных, добрососедских, трудоуственных отношений сотрудничества в 1990-2009 годах и до современных отношений стратегического партнерства. Курс на развитие стратегических партнерств, вы знаете, был намечен еще в Московской декларации 2006 года, официально был закреплен в декларации о развитии стратегического партнерства между двумя сторонами, подписанной во время визита президента России Дмитриевича Медведева в Монголию, по приглашению президента Монголии к придорже в августе 2009 года. Современный этап стратегического партнерства имеет свои особенности, позитивные и даже негативные, можно сказать, в каких-то стороны. Стали регулярные встречи руководителей двух государств, достигнув высокий уровень взаимного понимания доверия между ними. Между Россией и Монголией отсутствуют нерешенные политические вопросы. В начале 2016 года была окончательно регулирована проблема финансовой задолженности Монголии перед Россией. Проводится модернизация Улан-Батовской железной дороги. Подписан ряд важных межправительственных документов, в том числе соглашение о временной трудовой миграции в 2013 году. Среднесрочная программа развития стратегического партнерства между Россией и Монголией в этом году, когда администрационных дел России посетил Монголию в апреле. С ноября 2014 года отменен визовый порядок взаимных поездок граждан на срок до 30 дней, что увеличился поток туристов, развивается торгово-экономическая культура, научная и гуманитарная сотрудничества. Вместе с тем, в последние годы наблюдается определенный спад торгово-экономических отношений. Взаимный товарооборот сократился 25-30%. Расчет дисбаланс двусторонней торговли. По разным причинам не были реализованы крупные, ранее подписанные межправительные соглашения о новых крупных совместных проектах развития инфраструктуры Дорна-Туран. Вот обратили внимание, что российская корпорация Растек продала 49% своих акций в КОО предприятия Орденет и в КОО Монголию в расследовательном монгольской частной компании. Вместе с тем, в последние годы заметно активизировалось сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией в трехстороннем формате. Вы, большинство, безусловно, не сомневаясь, знают, что состоялись три саммита. В том числе первые по инициативе президента Монголии Бехдоржа, три саммита президента России Пулкина, председателя КНР Сидзипина и президента Монголии Бехдоржа в Душанбе, в 2014 год, в 2015 году, в Ташкенте в 2016 году, на которых были приняты важные решения и подписан ряд документов, в том числе в этом году программа создания экономического коридора Китая, Монголия, Россия, которая охватывает основные направления трехстороннего взаимодействия в таких областях, как транспорт и ареструктура, там уже карантинное администрирование, промышленность инвестиций, защита окружающей среды, приграничное, межрегиональное сотрудничество. Программа содержит около 30 различных проектов, реализация которых придаст новый импульс развитию трехстороннего торгово-экономического сотрудничества. Что касается новых вызовов, то это, конечно, большая, отдельная, многогранная тема, которая будет специально более тщательного исследования и обобщения. Российско-монгольские отношения, естественно, нельзя рассматривать отдельно от сессии к области международных отношений в регионе, прежде всего между Россией, Китаем и Монголией. С учетом исторического опыта взаимодействия, соперничества и сотрудничества внутри треугольника России, Китая и Монголия, в 17-м, начале 21-х веков многие современные российские, монгольские, зарубежские, специалисты предсказывают дальнейшее необратимое изменение соотношения сил и влияния пользы Китая и, соответственно, ослабление позиций России и Монголии. Это, конечно, как один из основных вызовов рассматривается. Ну, насколько он является реальным и в какой степени. В этой линейной перспективе, видимо, нельзя исключать и такой вариант развития событий. Но это, однако, не означает, что в настоящее время не следует использовать имеющиеся благоприятные возможности для использования преимуществ трехстороннего формата с целью ускорения социально-экономического развития трех стран. Особенно настоящий момент в том, что в настоящее время национальные интересы России, Китая и Монголии в области ускорения социально-экономического развития во многом совпадают. Он в определенной степени трехстороннее партнерство компенсирует спад в двухстороннем сотрудничестве. Ну, в последнее время появляются все новые вызовы и угрозы, в частности, в связи с обострением отношений между Россией и США, введение и усиление политических и экономических санкций против России, развязывание информационной войны и так далее. Ну, я время свое исчерпал. Я благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ